По материалам проверки, сведения о незаконном финансировании оппозиции, опубликованных в средствах массовой информации, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя фирмы Бюро-17 Александрины Маркво и номинального директора Андрея Мыльникова по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере». Еще в 2010 и по 2014 годы Бюро-17 заключило с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям 7 государственных контрактов на общую сумму 13 миллионов рублей, а также с Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы 9 государственных контрактов на общую сумму 51 миллионов рублей. Предметом государственных контрактов являлись в том числе услуги по организации проведения мероприятий, направленных на повышение престижа чтения в городских парках отдыха Москвы, а также конкурса литературных анонсов. По версии следствия, при организации одного из этих мероприятий, а точнее в 2012 году, Маркво на безвозмездной основе использовала инфраструктуру, созданную за счет налогоплательщиков города и уже находившуюся на территории парка. Однако, в официальных отчетах было указано о якобы аренде помещения и понесенных в связи с этим затратах в размере более 2 миллионов рублей. На основании этих ложных сведений мэрия произвела оплату услуг фирме Маркво именно в этом объеме. Но поскольку никаких реальных затрат на аренду помещения, естественно, она не произвела, следствие полагает, что деньги были похищены и использованы в своих личных интересах. По такой же схеме еще в 2013 году Маркво похитила средства федерального бюджета по государственному контракту на выполнение работ по организации и проведению конкурса литературных анонсов новости от классиков. Так вот, в отчете, предоставленном в агентство в качестве основания для оплаты, Маркво, Мыльников и иные неустановленные лица внесли ложные сведения о якобы приобретении призов победителям конкурса, аренде помещения для проведения торжественных мероприятий и награждении победителей этого конкурса, а также проведении самой торжественной церемонии. За это фирме Маркво было перечислено в качестве оплаты почти 500 тысяч рублей. Но, как установило следствие, ни аренды помещения, ни торжественной церемонии Маркво не организовывало. Вместо того, чтобы вручить четырем победителям призы в торжественной обстановке, подарки разослали почты, ну а кому-то предложили забрать их самостоятельно. Но подозреваемая сэкономила не только на церемонии. Вместо ноутбука, планшета и смартфона победителям подарили дешевые букридеры. И еще такой момент. В организованных Маркво мероприятиях принимали участие писатели, представители творческой интеллигенции. Но по какому-то стечению обстоятельств все они оказались членами так называемого Координационного совета оппозиции и Лиги избирателей. В их числе писатели Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович, Борис Акунин, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева. Следствием получены документы, согласно которым Шац и Лазарева в 2011 году получили около 1 миллиона рублей от фирмы Бюро-17. Однако никто из них не смог вспомнить, что это были за мероприятия. Но забывчивость, наверное, это не единственная странность, случившаяся с этими представителями творческих профессий. Тот же Борис Акунин, узнав о вызове в Следственный комитет, срочно выехал за пределы России. Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович и вовсе отказались общаться со следственными органами, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации. Но подобная реакция заставляет задуматься, чем же все-таки таким занимались эти лица в проекте, организованном Маркову и ее доверенными людьми. В рамках расследования следователи проверят исполнение и других государственных контрактов с Бюро-17, так как имеются основания полагать, что они были выполнены по аналогичной мошеннической схеме. Также следствием будет дана и юридическая оценка деятельности фирмы «Слава», которой формально руководила Ольга Вазная. Но по данным следствия, фактически ее руководителем являлась Александрина Маркова. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.